Имя Губайдулины связано с Казанской консерваторией. Здесь в классах специального фортепиано и композиции будущий автор училась с 1949 по 1954 годы. Петербургская школьница Айлита Насабулина готовит инвенцию Софии Губайдулиной. Сочинениями этого автора проверяется зрелость ученика и его интеллектуальная наполненность. Помимо ее музыки привлечены сочинения в программу ее единомышленников Денисова и Шнитке. В таком ракурсе этот язык становится еще более понятным, потому что у них многое в исканиях композиторских было общего. Оценивать молодые дарования из городов России и зарубежья приехали именитые мастера в современном исполнительском мире. Это и участники международных фестивалей, а также те, кто воспитывает плеяду новых учеников. Дело в том, что музыка, так же как и другие виды искусства в современности, они опираются на все-таки на универсальные законы искусства. И в музыке и 18-го, и 19-го, и даже 21-го веков мы можем обнаружить одни и те же закономерности. Первый конкурс состоялся в Казани в 2006 году, и тогда победительницей стала весьма именитой сейчас пианистка Софья Гуляк. Кто выиграет в этом году, узнаем через несколько дней. Конкурсная программа одного участника займет не менее 20 минут. А вот в финале конкурсанта исполнит один из фортепианных концертов Моцарта, автора которого польский дирижер Богуслав Давидов называет вторым после Губайдулиной. Нателла Чахели и Никита Тютин представят Казань – город, в котором никому не надо объяснять о традициях пианистической школы и ее именах. Новое поколение рационального века словно проходит по тернистому пути композитора, нашедшего свою звезду. И еще нам так повезло, что мы еще живем с ней в одно время. Дмитрий Пиаваров, Роман Фенин, Телеканал Эфир.